Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой большом путешествии в Градство-Корнвелл я расскажу про полуостров Сент-Эйвс. Так он звучит по-русски, но я буду произносить по-английски Сан-Ив. Сан-Ив – это небольшой приморский городок на самом западном побережье Англии, лазурный берег которого находится в Градстве-Корнвелл. Когда-то Сан-Ив был центром добычи рыбы в этом графстве. Сейчас значение рыболовной отрасли снижается и Сан-Ив стал очень популярным курортом среди англичан. В 2010 и 2011 годах он завоевал звание «Лучший курорт Британии». Мы приехали в Сан-Ив из города Пинзанс, о котором я вам недавно рассказывала, смотрите в этом ролике. Выехали из Пинзанса, согласно моему расписанию, на автобусе Ножной экспресс в 11.30 утра и в 11.55 уже были на месте. Наверху, где находится автобусная станция, открывается великолепнейший вид на сам город и особенно на вот этот вот лазурный берег, на вот эту голубую лагуну, бухту города Сан-Ив. Мы там пофотографировались вместе с мамой, я поснимала видео, в общем, были просто в восторге, нашли какие-то интересные цветы, а также покормили птиц. Не помню, это были вороны или галки, которые там находились. И стали спускаться на пляж. Уже более 150 лет он является популярнейшим курортом среди англичан. И именно поэтому еще в 19 веке сюда была проложена железная дорога из самого Лондона. Кстати, железную дорогу я сняла с пляжа. Буквально несколько вагонов доходит до станции Сан-Ив, и они идут прямо по горной дороге, практически по отвесной скале. Сама железная дорога уже является достопримечательностью этого города. Широкие песчаные пляжи, обилие ресторанов, теплый южный воздух, что еще нужно англичанину для отдыха. В начале прошлого столетия в городе обосновалась целая гильдия художников, предшественников той волны, которую впоследствии возглавили Бен Николсон и Барбара Хепфорд. Наум Гарбо и Бернард Лич, за которыми в 60-х годах последовала третья волна художников, включавшая Терри Фроста, Питера Лайнона и Патрика Херрона. Центр города достаточно маленький. Он образует всего лишь на всего небольшую бухту, залив с выходом на маяк, вдоль которой ютится огромное количество локальных магазинчиков, баров, ресторанов и даже отелей. На пляже располагаются разноцветные такие домики, не домики, переодевалки с разноцветными дверями. Обалденный пляж с белоснежным песочком. Нам очень понравилось это место. И после того, как мы спустились на пляж, мы увидели такой ларечек, где продавалось знаменитое английское блюдо Fish and Chips. И мы с мамой решили пообедать этим блюдом. Я пошла, встала в очередь, купила Fish and Chips. Естественно, пока я стояла в очереди, я увидела двух чаек, жадно ждущих своей жертвы, тех, кто покупает блюдо Fish and Chips без крышечки. Я попросила крышечку, поэтому наше блюдо было в сохранности и донесла до места, где мама уже накрыла поляну и мы отобедали прямо на пляже. После обеда мы легли загорать, я пошла, покупалась. Вода очень теплая, пляж очень мелководный. Я такие, конечно, не люблю. Мне надо глубину, поэтому до глубины добираться достаточно далеко. В принципе, очень было многолюдно, даже несмотря на то, что была переменная область, и даже находили тучи. Но, тем не менее, люди выползли все на пляж. Кто-то там лепил куличики. Мне очень понравился замок, который слепил мальчик. И воткнул туда флажки разных стран. Я даже его сфотографировала и сняла на видео. Потом еще пару раз искупалась, обсохли, и мы пошли гулять по городу. Очень красиво выглядит в городе телефонная будка с надписью «Сан Ив», «Кормул», там что-то такое. Как бы можно назвать такая местная достопримечательность. Где-то на развилке я увидела и сфотографировала такое чудо. Зашли в местные магазинчики, посмотрели художественные работы различных авторов, производство какой-то местной посуды. А также нам очень понравилось мороженое под названием «Корниш», которое производится именно в графстве Корнвелл по особому старинному рецепту. И потом в Лондоне я уже, допустим, в Теско нашла мороженое, которое называется «Корниш». Так и пишется. Это самое вкусное мороженое в Англии, которое я пробовала из такого вот местного производства. Оно сделано из свежайшего молока, коров, которые пасутся на лугах графства Корнвелл. Интересно мне показалось то, что во второй половине дня абсолютно вся бухта, заполненная различными катерами и яхтами, обмелела. То есть был сильный отлив и буквально все корабли остались лежать на песке. К вечеру вода уже вернулась обратно в бухту. Мы прогулялись до маяка, дошли до самого края. Оттуда я поснимала виды уже не от центра, а от самого города, очень красиво расположенного на горах. Там летало огромное количество чаек, уже, конечно, надвигались тучки. И мы потихонечку поплелись на железнодорожную станцию, где сели вот в этот вот поезд и поехали в наш следующий город под названием Фалмос, где мы переночевали и провели весь следующий день. О нем я расскажу чуть-чуть попозже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!